приветствую вас юлия давайте разберем ваш вопрос первое наверное на что мне готовы обратить ваше внимание это на то что в ваших вопросах в конце текста нет какую-то определенность что делать делать чтобы чтобы что к переменам по ощущению вы не готовы то есть у вас нет такого вопроса например в чем не нужно поменяться а какой конфликт у меня например и тогда вы просто спрашиваете что делать это безусловно создают некоторую лазейку для вас чтобы по-разному трактовать ответы писали там числа дальше почему так ну не столь важно важно немножко другую важно как это поменять еще важнее хотите ли вы это поменять тому как если меняться юлия вы не хотите если работать над собой юлия вы не готовы то ваши вопросы такого вот типа лишены к сожалению всякого смысла дальше читая ваш текст у меня возникло ощущение что во первых вы очень сильно себя обесценивает во вторых вы подобные агрессии реагируете на определенные ожидания ваших родителей которые вероятно были были и есть слишком завышены вы говорите что семья у вас хорошая что вас никто не бил и кстати почему именно бил а росли вы надет в спокойствие и прочее но отец тем не менее оскорбляется а мама вам почему то жаль то есть уже как минимум два рэкетных чувства я здесь увидел помимо того что вы описали это жалость что представляет из себя оспаривание места человека в жизни своей и обиды отца что означает манипуляцию так что мне думается что очень многие вещи а точнее все основные процессы в вашей семье происходит что называется за кулисами а вся эта доброта мягкость и прочее прочее все это находится в параде но ведь самое важное за кулисами если вы видите то ваши родители вероятно совсем не соответствуют в своем поведении в своих словах тому что они транслируют другими каналами связи например не вербально дальше не обратные ожидания родителей по моему мнению приводит к тому что вы себя вините вот не обратные ожидания родить родителей с вашей стороны вызывает специфическое отношение к ошибкам что подавляет любую вашу инициативу к сожалению ну и значит вы боитесь ответственности вы боитесь ответственности из-за этого у вас в общем то нет ощущения успешности нет ощущения того что вы реализуетесь реализовывать точнее вы боитесь ошибок вы боитесь ошибок это тоже такая достаточно очевидная на мой взгляд история а агрессия это личные границы то есть понимаете вот агрессия появляется в том числе в ответ на давление то есть чувство вины которое у вас есть но не возникло само по себе чувство вины которое у вас есть развлекает только с подачи близких именно близкие могут демонстрировать другому человеку ну вот в данном случае вам да какую то такую вот негативную достаточно историю связанную с восприятием себя ну то есть вот связанную с тем как человек к себе относится то есть ну вот в данном случае можно говорить о том что что с чувство вины это вот что-то такое то есть ну я бы сказал вами ам приобретённым вот вы ам грубо говоря с чувствуя вины приобрели приобрели с подачи как мне думается твоих родителей И агрессия это естественная реакция на данный аспект. Агрессия это естественная реакция на подобного рода давление на вас. Со стороны родителей. Это может быть не всегда приятно осознавать, но давайте все таки постараемся смотреть в правые глаза. Здесь очень важно воспринимать своих близких людей максимально адекватно. Вот. А не так как это делаете вы, а рассматривая и воспринимая их довольно таки однобок. Это вот. То что вы делаете. То есть вы довольно таки односторонно воспринимаете. Твоих родных. Ну. Для того что вы боитесь ответственности. Я думаю что и отношения с молодым человеком у вас не складываются. Но интересно здесь немножечко другого. Интересно то что вы в отношениях. В отношениях. В отношениях. Мужчины. Вступили. Вступили. В том числе. Для. Тобо. Чтобы. По вашим словам. Выйти за него замуж. Создать семью. И родить. Детей. Это конечно очень интересно. Это то. Вот. Откуда у вас именно такое желание. Всем справа. Именно. Такая ваша. Направленность. В. Ну. В отношениях. Своего. Мужчины. Вот. Это. Очень. Важный. Момент. Мужчины. То есть. Получается что. Вы. В. 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 В отношениях. Не совсем. Находитесь. Человеком. Вы. В отношениях. Находитесь. В том числе. Чтобы создать. Семью. Вы. В отношениях. Находитесь. В том числе. В том числе, чтобы родители, как мне кажется, это точно такое же бегство от ответственности. Желание раствориться в семье от них, ну так будет, в общем-то, довольно-таки уважительная причина, причина не брать на себя ответственность за что-либо. В общем-то, это позиция, к сожалению, бегства, вот. Раз вы отрицаете ответственность свою, то вам крайне легко отрицать и ответственность других людей. Например, ваших родителей. Это тоже очень важный нюанс. Потому что многие вещи из того, что вы ставите, допустим, себе вину за эти вещи, за многие из этого, за многое из этого. Ответственны только ваши родители. И никто больше. Здесь тоже очень важно в данный момент, ну как бы, разделять. Да, здесь тоже, ну здесь важно, как бы, этот момент дифференцировать. Если этого не сделать, то остаться будет достаточно проблемным. Не знаю, заметили ли вы или нет, но у вас к себе очень много требований. То есть вы, эм, от себя постоянно требуется что-то. очень много. И это, в какой-то степени, тоже является проблемой. Вы говорите, живи и радуйся. Вы говорите, ну почему я не могу по-другому, там, ну, относиться. Почему я не могу по-другому себя воспринимать, например. То есть это постоянные требования от себя. И самый главный вопрос, который нужно себе задать, ну, который вам нужно себе задать, это вопрос такого плана. На каком основании я от себя что-то требовал? Ну, очевидно, что требования не работают. Очевидно, что, эм, как бы, требования вы не выполняете. Но продолжаете себя обвинять. Продолжаете от себя требоваться. Вот. Ну, поскольку данные действия достаточно нелогичны, то получается, что есть в этом какой-то некий смысл, который вы, вероятно, сами себе не отдаёте отчёт. Отчёт. То есть только понять, что это за смысл. Осталось только понять, какая вам выгода от этого, ну, от пребывания в таком положении. Какая вам выгода от того, например, что вы себя обвиняете? Какая вам выгода, например, от того, что вы требуете от себя совершенно невыполнимых вещей. Это также очень важно разобрать. Потому что вам это, ну, я полагаю, очевидно, вам это крайне портит жизнь. И, соответственно, ну, с этим нужно что-то делать. Сама по себе, понятное дело, ситуация не разрешит, не разрешит. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Оно вот так, если на скидочку. Так. Дальше. Значит, почему-то вы делаете упор на здоровье, на своё здоровье. То есть такой вот, мне кажется, любопытный. Момент. То есть вот, здесь чувствуется, конечно, у вас аутоагрессия, да? То есть вот. Это следствие, как раз таки, непроставленных границ. Следствие того, что ваши границы, вот, непроставленные. Вот. Вот. Ну, эта проблема тоже, в принципе, решается. Необходимо, как бы, учиться в селфе, но не судорожно, а вот, несколько по-другому. Вот. Ну и конечно, ааа, я полагаю, что, а,ى, совершенно что… здесь необходимость в работе с эмоциональным интеллектом, которая сейчас у вас, к сожалению, отсутствует, работа с эмоциональным интеллектом. Но у вас этого нет. Эмоциональный интеллект — это такое достаточно четкое понимание того, что вы чувствуете, и того, как это можно адекватно выразить. Потому что в своих чувствах совершенно очевидно вы не разбираетесь. Ну и, наверное, вы бы и не могли при всем желании этого сделать. Потому что нет такой возможности. Не было, точнее, не было. Не было такой возможности. Дальше. Так. Значит, хобби. Ну, тут вы все, что угодно. Ну, способное обозначение сейчас-сейчас. Вот. Воспитываю меня до брата и ласки. Мне непонятно, почему я вверху как. Ну, опять, до брата и ласка — это очень... Такая достаточно абстрактная история. Такое ощущение, что вам-то все сделали, в смысле доброту и ласку давали. Потому что должны были. И теперь вы должны. Ну, это, на мой взгляд, такая манипуляция. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. Неходя из того, что вы написали. Давайте мы сейчас еще раз пройдемся. Значит, братик. А, так. Работаю учителем. Зарплата крохотная. Родители платят и батеку за квартиру, где я живу. А, так. Ну. Я говорю вопрос. Сразу, да. А, я не понимаю, что делать, что делать, чтобы что. Что делать, чтобы что. Причем здесь физическое здоровье. Ну, вот. Работаю учителем. Как вы оказались в этой профессии. Какая у вас перспектива, по вашему мнению, в этой профессии. Вот. Что вы пропадаете. То есть, как бы. Ну, нравится ли вам ваш предмет, который вы пропадаете или нет. Вот. Вот. Это все очень. Важный такой. Важный момент. Дальше. Кстати, когда вы были хорошие, я живу в мегаполисе в своей квартире. Работаю еще живые. И благодарны быть родителям за их платные деньги. Ну. Ну. Во-первых, то, что вы перечислили, совершенно не отношу того факта, что у вас хорошая жизнь. Потому что, извините, вас это может не устраивать. Вам может, ну, банально не нравиться. То, что у вас есть, это может банально не соответствует вашим ценностям. Вот. Как бы это, ну, как бы это не звучало. Вот. Но это правда, это правда может не соответствовать вашим ценностям. Это может не соответствовать тому, что вы сами за себя считаете хорошим. Это может не соответствовать тому, что вы сами для себя можете считать позитивным. Вот. И так далее. Вот. Поэтому, извините, но, на мой взгляд, вы слишком здесь коричневые. Еще раз. Вам может не подходить та позиция, о которой вы говорите. Вам может не подходить те ценности, которые вы, собственно, описываете. А? То есть квартира, ну, там, работа и так далее. Ну, может вас это не устраивает. Вот. А у меня складывается впечатление, впечатление. И впечатление довольно сильное впечатление. Что, по вашему мнению, должно быть вы от себя отстребуете. Вы отстребуете от себя, как бы, взяться в те рамки, в рамки тех ценностей, которые, которые, может быть, навевали вам ваши родители. Хотя, по факту, ну, объективно, вам это может не подходить. И вот здесь, здесь есть, конечно же, проблема. А именно, проблема того, что ваши родители навязывают вам. Это навязывание системы ценностей. Вот. Это навязывание, что ты должна. И, на мой взгляд, это достаточно важный момент. Это достаточно драматичный момент. Когда под соусом того, что вы должны радоваться, вам, как бы, приподняется то, что вас может совсем не радовать. Дальше. Так. Значит. Вот. Вы пишите, что, типа, мне наступают. Не надо мне помогать. Тем самим же, если хотели купить мне квартиру, платить ботеку. Ну, моя коллега вам, в принципе, уже сказала о том, что у вас не разута позиция взрослого. Я вынужден с ней согласиться. Потому что позиция взрослого 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 сами решили помочь вам. Вот родители действительно решили это сделать сами, и вы действительно ничего им как бы не должны. Но только проблема в том, что вы так глубине души не считаете, и постоянно вы должны этот конфликт решать. Отсюда ваше постоянное напряжение, отсюда ваши постоянные срывы и поведение, которое вы называете неадекватным. Хотя по факту это поведение человека постоянно защищается. Ну вот так, как вы себе описываете об обовленных молчанах. Но даже, даже висшелфа вы себе не даете. запрещают, спасать. То есть... То есть, лишили себя всего, вот просто всего, чего только можно было лишить, вот, к сожалению. Ну, как бы это, с одной стороны, ваш выбор, а с другой стороны, конечно, вопрос, а выбор ли, да, там еще, насколько вы в этом свободны, например, и свободны ли. Вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, не совсем, конечно. Вы в этом свободны, вот, на мой взгляд. На мой взгляд, это такая, знаете, иллюзия, 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 что не может быть, иллюзия, 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 иллюзия. Ну, опять же, я могу быть здесь не брать свои мышцы, но, быть со мной за таком, хотя я надеюсь, что согласитесь. Ну и соответственно, молодой человек, отращение всего вашего внутреннего конфликта, Юля, вот, поэтому работать над собой, вам нужна психотерапия и работа с вашими проблемами. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи и как бы не тяните с началом психотерапии, потому что ситуация сама по себе не справиться!